Не было снега всю зиму, сегодня 3 марта, зима решила напоследок удивить своей красотой. Наша Ускаменогорская Швейцария, кстати Швейцария отдыхает круче чем Швейцария, Горная Ульпинка, просто сегодня мы посмотрели блогеров с Крыма, муж с женой и маленькой девочкой ездят на 7 или какой-то автомобиль такой, у нас тоже есть такой ВАЗ, Ну молодцы, так неплохо они весь Крым там показали и у них есть такой блог, Ялта номер 1, Ялта номер 2, Ялта, они ездят по Ялте и вот показывают красивые места, красивые дороги, У них все под музыку, мы пока не умеем, надо будет сейчас заняться, делать мне фильмы, я сын, сын Новосибирский, там он начинает ныть тоже, что ему некогда, поэтому, наверное, сейчас попробую я сам делать фильмы, но буду такие короткие ролики выпускать. Это, конечно, нет для скоминогорцев, скоминогорцы сами знают, какая тут красотища, это для россиян, для кого, для других казахстанцев, мы приглашаем их, приезжайте сюда, если вам, степи тоже красиво, Мы когда ездили по степям, да, это красиво, белизна Антарктида или Арктика, можно сравнить, но степи тоже надоедают белые, поэтому приезжайте, посмотрите, тем более, что сейчас, извиняюсь за слово, раскачали и все наше, это ущелье, Кронульбинское. Мы едем опять за Родниковой водой, потому что только из Родниковой воды мы делаем супчики, компотики, ну, то есть, все, которое, да, готовится, все из Родниковой воды мы можем себе позволить такое. Где-то месяц назад мы ездили, и он пересох, это было первый раз за сколько лет я живу, наверное, 50, может быть, и были такие случаи, вот сейчас мы хотим проверить, но посмотрите, какая зимняя сказка, То есть, вчера показывали Лондон, сегодня третья, да, второго там в Лондоне, непонятно, почему упал снег, некоторые, конечно, в шоке, коммунальные службы там не знают, как бороться, потому что не предусмотрено, а жители сами просто от счастья все называют сказка, сказка, ну, там они какие-то свои английские называют сказки, американские сказки, у нас русская нормальная сказка, Дед Мороз может сейчас выйти, вот, пожалуйста, и хоть слева, хоть справа, здесь у нас были раньше пионерские лагери, всем, кому за 50 лет, Вот такие дедушки с бабушками, как мы, все здесь отдыхали, замечательно проводили время, у всех молодость и детство связано с этой, с этим ущельем, ну, это, мягко говоря, ущелье, да, Вот показывали Чернский каньон, это тоже своего рода, я тоже называю каньоном, только он намного больше, намного, Чернский каньон всего 3 километра, оказывается, мы когда туда обратно шли, вот у меня тут сидит Я там ее, правда, обозвал, она заплакала, когда прошла километра такая, она говорит, нету конца, ну, когда-то она конец увидела, действительно, я надеюсь, была рада, да, Наташа? Да. Да, она была рада. Мы сейчас едем снова проверить родник, прошел месяц где-то после нашей последней публикации, едем проверить родник, здесь весной потом покажем весеннюю горную, но ее обязательно надо показать летнюю, весеннюю, так как поздней весной здесь начинают свести жаркие, Это купальница, которая в Красной книге, видов 5 подснежников, вчера, кстати, посмотрели мы за 18 февраля выпуск крымчан-блогеров, и там уже крокусы уже, ну, это тоже такие подснежники своеобразные, только оранжево-желтоватого цвета, у нас тоже, по-моему, они крокусы называются, мне кажется, но фиолетовые такие красивые, естественно, их нельзя рвать, мы не рвем же Наташа с тобой? Нет. Не рвем? Нет, нет. Потому что, странно, они космические. Они в Красной книге. Да, поэтому вам покажем полянку с купальницами летом, покажем полянку с Мари-Кореней. Мари-Кореней, да. И подснежники тоже обязательно вам покажем. И потом вы можете сравнить, на видео это будет точно так же покажем здесь всю дорогу. Но эта дорога, правда, за эту зиму, в данный момент она самая красивая. Не было снега просто, но такая зима была первая. У нас эта зима вообще уникальная. У нас есть маленькая база, нам приходится покупать уголь. Или какое-то шоу с углем, тоже такого не было за 50 лет никогда. Дают всего по 2 тонны на машину. И стоимость машины доставки, там, ехать буквально, ну, нам от базы, слава богу, мы ненавеком, нам ехать, ну, может, километров в 5, стоит 15 тысяч, это 50 долларов. 50 долларов машина. 2 тонны угля, это тоже 50 долларов, и того, получается, 100 долларов. Но это, если честно, это недорого. И когда я был в Таджикистане, и чуть дальше от месторождений, те места, которые находятся, ой, там гораздо все дороже, оказывается. Не знаю, позвонился человек, он сказал, что в Астане якобы тонна угля стоит 100 долларов, даже дороже. По, по-ким-тоски от нас называется, 22 тысячи, это порядка 80 долларов, 70. Я почему-то перевожу в доллары, чтобы не обижались, потому что, потому что для россиян.